У нас заключительная встреча в рамках нашей образовательной программы «Планета К-30» и «Простор», и я приглашаю Владимира Чуева и Бориса Шилина. Программа фестиваля «Сигнал» в Москве, поэтому буду здесь говорить как не случайный человек, а как полноценный участник дискуссии, но больше буду вопросов задавать. Друзья, представьтесь, пожалуйста. Всем привет, меня зовут Володя Чуев, я представляю бренд ВК и маркетинг креативных индустрий. Всем привет, меня зовут Борис, я создатель студии «Ей школы Щелочь», независимая студия, которая работает с такими командами, как ВК, и мы этому очень рады. Спасибо. Было бы классно узнать, каким был ваш личный, ваш собственный путь в сферу креативных индустрий, прежде чем мы перейдем к более широким историям, связанным с этой темой. А презу мы потом покажем. Презу обязательно покажем. Борин, расскажи ты. Да, давайте я начну. Вот мы как раз стояли с коллегой и обсуждали, что в России в дизайн-среде, но я буду говорить за дизайн-среду, потому что я, ну так получилось, что базовый графический дизайнер и основной профиль команды Щелочь, что графический дизайн, ну не принято как-то, это общение, вот эта вот тусовка, в общем, публичность. То есть дизайн-сообщество очень закрыто, очень токсичное. И, ну вот, все знают, конечно же, Тему Лебедева, и, ну, как бы, я часто о нем говорю, конечно, мои молодые сотрудники это не оценят, все говорят, что он кринжовый. Но я считаю, что он очень много сделал, потому что можно не знать про дизайн ничего, но можно знать, кто такой Артемий Лебедев и его студия. И вот, ну, назовите кого-нибудь еще. Ну, или фанов в узких кругах. И все. Очень мало дизайнеров-суперзвезд. В сравнении там западной истории, да, откуда дизайн пришел, там их, ну, куча, там, Загмайстер, Рудник. Ну, можно, правда, много продолжать. И, наверное, самое важное сейчас, ну, если мы говорим про то, где мы находимся, это, ну, как бы, стать открытым, менее токсичным и выйти и заявить о себе, не бояться, как бы. Ну, как бы это банально не звучало, выложить свои работы в интернет. Вот, собственно говоря, с этого и начался путь мой лично и моей команды, если очень издалека. Я тоже издалека начну. Я в Петербурге институт заканчивал, и после института так получилось, что у меня был, можно сказать, что офер, офер от завода электросила. В отдел, где нужно было рассчитывать инвестиции в, короче, фонды, электросилы, это, они приводят огромные такие турбины, которые на всяких ГЭС, ГЭС и всяких таких штуках. Ну, вместо этого я пошел работать в галерею современного искусства к Ирине Куксинайте, жене, Жене, Ирине Куксинайте, жене Сергея Бугая в Африке, вот, там тусовка группы кино, наследие Тимура Новика, вот это все. И меня все это супер захватило. И вот теперь мы сидим здесь на этой сцене с Борисом Шилиным. Наверное, главное, чтобы захотеть куда-то попасть, нужно захотеть туда попасть. И поэтому дальнейшие шаги, они очень простые. И потом мы об этом еще поговорим в дальнейшем, потому что такие кейсы есть, они есть и сейчас. Ну, в общем, публичность. И, конечно, хорошо, когда для этого есть какие-то площадки, но они просто интернет. И вот, например, Владимир представляет команду Простор, это инициатива образовательная от ВК, и это, в частности, отличная площадка, чтобы тебя увидели и заявить о себе. Ну, об этом, наверное, позже в презентации. Поэтому, ну, как бы первично и основное, это как бы просто появиться на виду у людей, как бы, ну, имея навык. В целом можно даже без навыка появиться, на самом деле. И он может сформироваться в процессе, как бы, ну, в метапарадигме такое тоже может быть. Так даже более правильно сформируется под, конечно же, нетоксичной интернет-критикой. Мы сейчас говорим с вами про креативные индустрии. Давайте коротко дадим определение, что это такое вообще, что мы подразумеваем под креативными индустриями. Это класс, который обслуживает элиту и живет в пузыре, как это было сказано в интернетах. Ну, слушайте, да, ну, да, есть такое. Креативная индустрия, сотрудники их, это довольно, ну, как это, мы говорили, да, что это интеллигенция, там, отсылка, вот это вот все. И, ну, действительно, есть такое, что это, как бы, как правило, ну, приближенная к обслуживанию элит, скажем так, история. Потому что, как бы, креатив нужен бизнесу, в бизнесе есть деньги, поэтому сотрудники креативных индустрий, это все-таки, черт возьми, то, что я сказал вначале. Владимир, может быть, дополнишь? Не, ну, я бы дополнил, потому что, учитывая, как развивается все с точки зрения технологий и как все демократизируется с точки зрения создания контента и его распространения, то сейчас точно нельзя сказать, что креативные индустрии работают только на обслуживание правящего или какого-либо финансового класса. Ну, я пошутил, конечно. Есть возможность абсолютно развиваться самостоятельно, выкладывать что-то в социальные сети, в интернет, вот, в той же, ну, мы знаем много кейсов, ребят, которые выстрелили даже на платформе ВКонтакте, загружая свои треки на ВК-музыку, когда еще не называлось даже ВК-музыкой, поэтому YouTube и другие площадки тоже дают такие возможности. Ну, да, элементарно, арт-директор нашей команды, Ваня Регуляр, который известный, довольно молодой дизайнер, я очень рад с ним работать. Вот, буквально выкладывал свои работы, его карьера всего два года, он уже самый известный, наверное, изготовитель обложек в России. Для этого надо было просто сделать несколько постов в социальную сеть. Но тут, смотрите, дело не в том, что это обслуживание элит, да, надо понимать, что мы живем в капиталистическом, в мире, где победил капитал, капиталу нужно множиться и нужно продавать товары, а товары продаются за счет дизайна, и за счет хорошего дизайна товары продаются дороже. Поэтому, как бы, очевидно, где продаются товары, там дизайн, где дизайн, там креативный класс. Ну, не только дизайн, давайте креативная индустрия, ну, все будем понимать, это и музыка, и какой-то продакшн, ну, короче, контент. И дизайн, конечно же. Ну, дизайн, дизайн дорого. А как вам кажется, сейчас креативные индустрии в России испытывают подъем, стагнацию, плато? Ну, они в интересной позиции, на самом деле, находятся, потому что случилась определенная смена парадигмы, очень капитальная, да, потому что, как минимум, финансовые потоки очень сильно поменялись. И это привело к появлению, меня, конечно, закидают, если я скажу, что появились новые возможности. Тут просто любой кризис, да, надо понимать, что это и возможность одновременно. Есть же вот это, знаете, паблики философские, что кризис – это по-японски проблема и возможность. Но, черт возьми, это действительно так. Потому что, когда ушли, например, крупные рекламодатели, там, Nike, Puma, Adidas, да, на финансовых потоках, в которых была, существовала некая схема, ну, вот эта цепочка пищевая, потребление денег и производство контента, она сломалась, и начали строиться новые схемы. И кто был в это время на виду и имел доступ, ну, к тем командам, которые управляют новыми потоками, те смогли влезть и, как бы, ну, прекрасно закрепиться, как бы, ну, если бы схемы не менялись, то возможности было бы меньше. Вот, наверное, так. Мне кажется, по-извини, Вафф. Ну, государство играет большую роль в России, вот, и государство тоже заинтересовано в том, чтобы вкладывать деньги, не всегда не вкладывают это умело, но там такие приоритеты тоже есть, поэтому это тоже влияет. Помимо того, что изменились финансовые потоки, очень снизился порог входа, как мне кажется, в креативной индустрии, благодаря развитому онлайн-образованию, благодаря развитию технологий появления искусственного интеллекта, как вам кажется, качество этого контента снизилось, качество контента снизилось в общей массе? Ну, я бы искусственный интеллект не выделял, это просто один из инструментов в фотошопе условно, лучше его так. Он сейчас стал доступен каждому. Ну, я понимаю, но лучше это так воспринимать, потому что если ты ничего не умеешь, нейронка не поможет, это просто как базис надо принять. А про порог входа, он в целом везде ниже стал, то есть и в музыку, я так понимаю, тоже порог ниже стал, и в дизайн везде порог входа стал ниже, и это породило что? У нас есть такое мнение, что уже не может быть супергрупп истерии, что говорят, что не будет больше группы квин. Ну, их потому что стало больше, по принципу психологии народов и масс средний уровень заравнялся. И это просто данность, я не могу сказать, что это лучше или хуже. Наверное, если рассматривать какие-то отдельные гениальные личности, я про дизайн буду говорить, потому что я в нем осведомлен больше, наверное, вот именно личности известных дизайнеров пиковых, их в истории было больше, чем сейчас. Сейчас в среднем дизайнеров больше, соответственно, известность их в массе огромное меньше. Поэтому качество контента, ну что значит лучше или хуже? Это такой критерий, неприменимый для креативных индустрий. В креативных индустриях есть понятие, работает или не работает. Вот контент, он может либо работать, либо не работать. Ну, давайте, ну вот тот же Лебедев, да, про которого я уже говорил, ну, это же откровенно, ну, местами шокирующий контент, но он работает. Поэтому, скажем так, в обществе, заточенном на эффективность, работающего контента стало больше. Гениального контента, ну, не будем говорить за качество и гениальность. У нас сегодня интеграция нашего сотрудника Артемия Лебедева в это вступление. Проплачено, да? Вот, ну, я предлагаю просто посмотреть вокруг, что все смотрят. Все смотрят кино. Вот, уровень кино вырос, уровень продакшена вырос, уровень дизайна тоже вырос. И плюс, мне кажется, что такая немножко патриотичная речь. Мы себя отталкивались все равно от достаточно низкого уровня визуальной культуры. Вот, и стремительно растем. И хочется, чтобы это качество повышалось и проникало там во все сферы. Вот, у нас был курс с Володей Лифановым, у которого как раз-таки не комиссия того, что дизайн должен служить людям, что он должен… С Володей Лифановым и со мной. И с Борисом Шилиным. Без Артемия Лебедева. Вот, и дизайн должен служить людям, служить бизнесом, малым бизнесом, не только корпорациям, а как можно более глубоко проникать во все сферы нашей жизни. Вот, ну, то есть как раз-таки, оказываясь, наверное, там в Европах, там раньше можно было поразиться тому, как там каждая лавочка, каждая книжечка. И все вот это вот пропитано каким-то духом, культуром дизайна. И у нас сейчас это только развивается. Вот, ну, круто, что развивается. Ну, да, у нас просто особый путь. Как бы парадоксально это ни звучало. Но если даже проанализировать это с государством, преемниками которого мы являемся, например, да, с Советским Союзом, это на самом деле очень интересно. Там тоже был классный дизайн, была там техническая эстетика, это называлось. Но там была другая модель, потому что заказчиком было государство, и как бы это в моменте было эффективно, как бы, ну, объемно, но это не давало, ну, как бы, конкуренцию и не создавало вариативность. Поэтому стиль-то был крутой, но его было мало. А в капиталистических, как бы, обществах развитых стиля много, и он крутой весь по отдельности, просто его больше. И сейчас мы к этому перешли, потому что появилась конкуренция, даже то, что с фильмами происходит, вот про кино, как поднялось, черт возьми, кино. Ну, то есть это, и что дало подъем кино, кино, простите, да, это соревнования между платформами. То есть платформы соревнуются, вливают бабки, стараются снять более эксклюзивный материал, чтобы к ним пришел пользователь, и вот так у нас появилось слово пацана. Короче, на асфальте. Я сегодня буду сыпать мемами из поп-культуры, как бы, такая отсылочка. Предлагаю постепенно перейти к вопросу обучения в сферах креативных индустрий. Как вам кажется, учиться нужно или нет? Или это все интуитивно, зависит от того, есть у тебя вкус, дар? Ну, дар – это вообще суперважно, но в целом, как бы, я думаю, что кажется, что уже все признали тот факт, что креативность – это тоже навык, это скилл. Там кто-то говорил что-то про мышцу креативную, которую можно раскачать. Так или иначе, навык существует, школы креативности, школы креативного мышления, которые, кстати, у нас много сегодня отсылок в Советском Союзе, так получилось. То есть зарождались много в Советском Союзе, это я про Трис, наверное, говорю, давно забытый. Вот, отвечая на вопрос, учиться надо, учиться надо всегда, все мы живем в капиталистическом обществе, как у нас неоднократно сказал Борис, вот, и знания, которые постоянно апдейтятся и навыки – это, собственно, преимущество этой капиталистической системы, и здесь важно всегда держать себя в тонусе. Чтобы быть в тонусе, нужно, чтобы тонус был в тебе. Хорошо, то, что учиться надо, это, наверное, неоспоримый факт, а учиться как? ДПО, высшее образование, онлайн-курсы, я вот недавно читала исследование о том, что в сфере IT за последние 10 лет количество специалистов, прошедших онлайн-курсы и занимавшихся самообразованием, выросло в несколько раз. Если 10 лет это были инженеры с высшим образованием, сейчас большую часть составляют те, кто учился сам на каких-то ДПО, на каких-то курсах. Что думаете про онлайн-образование, про самообразование и про высшее образование? Ну, у IT-шников тоже, у них определенная ловушка, им как раз, мне кажется, еще больше, чем в инкоративных индустриях, надо постоянно изучать, что это новое совершенство, потому что эти языки программирования и те системы, в которых они работают, они просто меняются очень быстро, информация развивается скоропостижно. Вот, относительно того, где надо, как учиться, вот, но есть же подход тоже, что 70% это должна быть практика, 15% обучение и, наверное, что там еще, 10-15% это нетворкинг, старый добрый. Вот, я бы, мне нравится идея фундаментального образования академического, как погружение в академическую среду, развитие каких-то определенных навыков и систем мышления, но потом это постоянно должна быть самоактуализация с помощью курсов и практик, и поиска менторов, и что-то делать с людьми на твоем уровне и желательно на уровень выше. Вот, что, кстати, можно сделать на просторе, об этом я говорю. Мы к этому перейдем обязательно. И что можно сделать на нашем новом совместном проекте «Сигнал Академии». Слушайте, тут я не знаю, насколько, ну, это будет правильно мне озвучивать свое мнение, этот счет, потому что я аффилирован на данном вопросе, так как я владелец онлайн-школы, вот, и очень такой тяжелый вопрос про образование, да, и я вот, например, не имею классического образования, потому что я в свое время учился на юрфаке, потому что модно было детей там в 90-х отдавать на юриста, не понимая, что это. И как бы я такой, у меня прошло там 6 лет жизни вообще впустую, я все, что я знаю, выучил сам, и вот я себе недавно, я все-таки исполнил свою мечту, и я купил себе курс государственного стандарта по философии, и я просто пищу вообще от этой информации, как там все изложено. И я сижу и думаю, господи, как мне могло хотеться пойти на тусовку вместо лекции, это же настолько круто, но это пришло осознание спустя 20 лет, как я мог ходить бесплатно на лекции. Но тут дело, наверное, не в обстоятельствах, а в том, что мы очень сильно время другое сейчас, нежели было даже 20 лет назад, не говоря и больше. И я, как человек, который занимается онлайн-образованием, хочу сказать, что в целом надо систему пересматривать вообще глобально всю. Я за академическое образование, это круто. У меня работают много молодых ребят, они учатся в вышке в Британке, я сам преподаю в Британке, и я вижу, как это круто работает, потому что, например, в вышку преподавателями берут только того, у кого есть бизнес свой креативный, и это круто, и это правильно. В Британке то же самое, все преподаватели, кто со мной что-то работает, у них у всех или бизнес, или они топ-менеджеры, и это так здорово. Я вижу это, я помню, что было у меня, но и тут я вижу какие-то нюансы, которые надо добавить. Я считаю, что надо оставить высшее образование, подвергнуть его определенной реформации, начать всем учить вообще все, начиная с философии, потому что есть базовый тезис. Я как раз, проходя этот курс, бесплатно поделюсь, я заплатил за него очень много денег, а вам расскажу бесплатно. Есть фундаментальный вопрос восприятия вообще любой информации, есть мышление, как бы вина воздаяния, типа, почему со мной же не так, чем я это заслужил, а есть мышление причина-следствие. И для меня удивительно, что спустя несколько тысяч лет образовательной деятельности до сих пор существуют люди, которые думают по принципу вина-воздаяния, а не причина-следствие. Ведь если мыслить из контекста причина-следствие, то все становится понятно, типа, у меня все плохо, у меня нет денег, я вообще не знаю, что делать. Так это потому, что ты не пробуешь, ну, как бы, элементарные вещи, если вот эту парадигму к себе поменять, то чему угодно, впоследствии выучиться можно. Креативным индустриям, не знаю, инженерии, медицинскому делу. Но говоря о креативных индустриях, я далеко зашел, сори, это, правда, больная для меня тема, можно много что обсуждать. Так вот, про то, как люди работают. Да, действительно, больше людей работает, кто отучился сам, прошел какие-то курсы. Потому что академическое образование, ну, вот последние годы я вижу, что оно работает в Вышке и в Британке, что в других вузах происходит, ну, мне непонятно, но это и другие отрасли. Но когда ты сам доучиваешься на курсах, это просто точечно более, и это, ну, как бы, менее общий набор, и ты, как бы, подбиваешь свой жизненный опыт, который, может быть, с дизайном и не связан. И, как бы, структурируешь тем самым, и подбираешь навыки, ну, вот, под креативные задачи, которые ты собираешься решать, если ты понял, что ты готов для креативных индустрий. Наверное, как-то так. Поэтому, конечно, этого много, и в России сейчас тоже бум огромный на это. У нас куча онлайн-школ, куча специалистов, не все, правда, хорошие, и у всех просто концепция рабочая. Например, у больших школ какая концепция? Пройди, измени свою жизнь, получи новую профессию. Ну, нельзя же всех взять на работу в Яндекс и ВВК, правильно? А можно ли оформить каждому красиво свои соцсети, чтобы он стал популярнее? Ну, это более реальная задача, да? И, как бы, просто вопрос в том, что у школ тоже есть там планы, обязательства, да, необходимость делать какие-то планы, бюджеты оборачивать. И очень часто все меняется. Я считаю, что надо просто пересматривать концептуальный подход, вот, в моменте пересобирать сейчас постоянно. То есть мы, например, в нашей школе все наши проекты пересобираем, ну, несколько раз в год, раз в квартал. А как часто может позволить себе огромное образование пересобрать структуру? Ну, я думаю, пока они все согласуют, уже устареют программы, в которых учат работать. Уже устареет контекст, в котором этот дизайн должен выглядеть. Уже наступит пост-пост-метамета-модернизм, и они все еще рисуют как бы в старой мысли. Поэтому, ну, академизм при этом никто не отменял, поэтому вопрос очень сложный. Что делать, я точно не знаю, но есть вектор понимания. И вот, например, да, для такой истории, это будет сейчас нативная интеграция, мы как раз в «Сигнал Академии» запустили совместно с Щелочью проект, называется «Мета-курс». «Мета-курс» — это такой профориентационный проект, попробуй себя к креаторам, попробуй базовое касание графа, 3D, нейра, сделай какой-то проект, получай обратную связь. Ну, просто попробуй. Вот попробуй примеренный себе быт современного цифрового креатора и пойми, твое это или нет. Это очень доступный продукт, я думаю, будут ссылки. Еще очень сигнал «Мета-курс». В общем, в каналах наших сигналов вы точно про это еще увидите информацию. Если кому интересно, записывайтесь, а дальше вы поймете, хотите вы быть креатором или стоматологом. Я бы добавил пару слов. Боря говорил как раз, с одной стороны, про ответственность, которая лежит на каждом индивидууме, с другой стороны, про те обещания, которые часто дают школы. И что на самом деле родни, это академическое образование, какое-то дополнительное, курсы, школы, академии и все прочие сущности, это то, что и то, и другое образование, и то, и другое — это инструмент, и нельзя к этому относиться как к тому, что это какая-то таблетка, которая изменит твою жизнь, что если ты пройдешь курс, тебя тут же возьмут в корпорацию на роль ведущего программиста, ты тут же что-то получишь, потому что все зависит от тебя. Ты можешь получить где-то крутые знания, где-то не очень, но, в общем, твоя ответственность выбрать лучшее, и потом дальше с этими знаниями куда-то идти добиваться, потому что 15% — это теория, 70% — это практика и нетворкинг. Да, изменит все мышление по принципу причин и следствия. Это вот что единственное имеет значение. Я предлагаю перейти к обсуждению одного из инструментов образования в сфере креативных индустрий и поговорить про простор, что это такое, что это дает людям, какие есть классные кейсы. Так, поговорим про простор. Собственно, простор — это открытая креативная платформа от ВК. Под этим брендом мы развиваем креативные индустрии и двигаем креативную экономику. Вот, что мы делаем? Мы приглашаем суперклассных спикеров, таких как Боря Шилин, лидеров индустрии, вовлекаем широкое число креаторов, изначально рассказывая о том, что это за индустрия, как она устроена, как туда попасть. Потом мы погружаем еще глубже и даем практико-ориентированные курсы, которые у нас в открытом доступе на нашей платформе. И можно после этого прекрасного фестиваля, например, начать изучать что-то в видеопродакшене, дизайне, цифровой моде, о ней мы попозже поговорим. На наших программах мы вовлекаем ребят и соединяем их с нашими кураторами. Креатор соединяем с кураторами и соединяем контент, который потом эксклюзивно представляем на платформах ВК и дальше дистрибутируем. Здесь есть слово такое, подсвечиваем. Мы долго подбирали слова в русском языке, но по факту мы делаем креаторов заметными, их творчество заметными. Тоже дальше будут кейсы настолько заметными, что помещаем их на Останкинскую телебашню. Ну или это цифровая дистрибуция в огромных социальных сетях и в наших видеохостингах. Так, оно само не переключается. К нам присоединилось уже 160 тысяч креаторов. Мы создали более 10 образовательных программ по клипмейкингу, дизайну, сонграйтингу, цифровой моде и другим. И уже более 250 единиц контента было у нас выпущено. Ищите нас в социальных сетях. Наши кураторы – это реально боевые практики креативных индустрий. Музыка, медиа-арт, веб-сериалы, клипмейкинг и шоу. Имена вы можете прочитать сами. Со всеми ними мы работаем. Мы либо создаем программы, как с Алексеем Рожковым «Музыкальный менеджмент» и с Арсением Зебаровым. Целый блок по видеопродакшнам, где есть и клипмейкинг, и веб-сериалы. Есть плеяда цифровых художников, с которыми мы работаем. Один из них – «Неон Дейзер» по медиа-арту. И серьезный блок-шоу, которому мы тоже подходим. Это и «Раз-два-три» продакшн, и «Клик-клак». Тоже коллеги, мы с ними много и активно работаем. Тут еще есть ряд логотипов. Я думаю, что потом мы на них задержимся на следующих слайдах и ярких кейсах. Первый яркий кейс – это медиа-арт. Проект называется «Галерея простора», который мы запустили в конце прошлого года. Это марафон по созданию медиа-арта, который дальше попадает в ВК-клипы и начинает там распространяться и вируситься. И вот это работа победителя первого марафона, куратором которого был как раз-таки тот самый «Неон Дейзер». Мы производим музыкальные видео, также известные как клипы. Вот это кусочек клипа «Коста Ла Косты», снятый в такой готическо-нуарной постпанк Тим Бёртоновской стилистике. Совсем недавно выходил. «Что может быть интересно?» Режиссер клипа из города Санкт-Петербург. И название песни, собственно, «Петербургская дожди» называется. Тем летом был совместный проект со студией 21. Это, может, не знаю, главная или музыкальная, но точно главная хип-хоп радиостанция Российской Федерации. Вместе с ребятами мы делали хип-хоп-контест для молодых исполнителей. Огромное было количество заявок со всей страны. Мы отобрали 100 участников, с которыми потом более тесно работали. И в итоге записали 5 треков, привезли ребят в Москву, на студию. У них были эфиры на радио. И треки потом взобрали в ротацию. Это к вопросу про то, как же мы подсвечиваем наших креаторов. Та самая «Останкинская башня» был большой меди-арт-проект и мощный с точки зрения образования и с точки зрения представленности как в офлайн, так и в инфополе. Была серия выставок, серия open call совместно с студией Generative Gallery. И финальной точкой была выставка на московской телебашне. Если я правильно помню, то это одна из самых, ну в принципе, как мы знаем, одна из самых высоких башен в мире. И не на всех самых высоких башнях были выставки меди-арта. Тут я передам слово Боре. Он расскажет про тот проект, который мы совместно реализовали в прошлом году. Да, это проект, когда я был куратором второго сезона «Простор цифровая мода», которую мы сами же и придумали. Это мы с креаторами разрабатывали 3D-графику для брендов. Молодых были бренды Regrazer, Черным Черно, Труд. И там создавались целые цифровые показы. Вот жалко зависло. Ну там большой ролик, можно посмотреть все в ВК. И это было огромное, там 3,5 минуты компьютерной графики, изготовленной CGI-видео, основанной на реальных лекалах, где-то на нереальных от брендов. И это, в общем-то, было эпохально. Мы отобрали сотен 3D-художников, прокурировали с командами лучшие работы. И финал показали на проекции на фестивале Outline. Я, правда, плохо помню, что там было. Но видео было классное. Ребят привозили, тех, которые вышли в финал. То есть они тоже приехали на фестиваль, и мы вместе с ними смотрели их проекцию на одном из самых классных фестивалей по искусству. Вообще, я добавлю, вот так пробежался. На самом деле, простор – это очень крутая история, потому что я был куратором трижды, и это очень круто. ВК объявляет open call, отсматриваются тысячи заявок. То есть, когда мы открывали секцию дизайн, тысячи, тысячи заявок мы отсмотрели, отобрали из них 100 человек, учили этих 100 человек из тысяч. И из этих 100 человек мы отобрали 15 лучших, ВК отвез их в арт-резиденцию. Это был кемп на озере Байкал. А второй был кемп на Камчатке. Я там тоже был. А третий кемп был в Сочи. Я там тоже был, там классно. В общем, это потрясающий опыт, когда все приезжают, погружаются в локальную среду. Там на Камчатке возили на вулканы, показывали берег Тихого океана, который усыпан черным песком. Дизайнеры ходили, делали фотографии, брали это как фаунд-референсы и создавали проект. Ну, там был реальный заказчик. И все погружались в среду, и под руководством реально тех специалистов из индустрии. Вот на Камчатке был Вова и я. Создавались крутейшие проекты. Лично губернатор Камчатки приезжал, ему все презентовали. Он дал всем краба и сказал, что все круто. И это потрясающе. У людей просто был шок. То есть там ребят привозили из разных регионов России, из Тулы, Брянска, Мурманска. У ребят просто были вот такие глаза. То есть ты подал заявку, поделал картинки, тебя выбрали, повезли на арт-резиденцию на Камчатку, свозили на Вулкан, ты сделал. То есть некоторые люди говорили, что я о таком не мог даже и мечтать. И да блин, нам-то было круто, кураторам. А уж на месте участников я бы вообще обалдел. И это были реальные кейсы, что самое главное. И последняя арт-резиденция в Сочи делался прототип брендинга. Все. Sorry, да-да-да. Окей, да. Чуть все не раскрыл. В Сочи работали еще вместе с нашей бренд-командой, бренд-командой ВК, с Борисом Шилиным. Было очень круто. Ребята суперкрутые профессионалы. И про образовательные материалы, которые бесплатно лежат на просторе. Я хочу сказать, что девушки из команды центрального маркетинга ВК дали такую крутую базу. Это как выжимка первых двух курсов в вышке. И все бесплатно лежит в ВК. Я клянусь, что это рациональнейшая, логичнейшая, прекрасно собранная информация про брендинг. Всем советую. То есть можно не просто подать заявку и стать одним из тысяч лучших. Можно отучиться абсолютно бесплатно и прокачать свои скиллы и попробовать себя в одном из open call. Это бесплатно. Но тут что важно как раз таки это поехать не просто на Камчатку. То есть можно поехать куда угодно, а важно, что поехать с Борей Шилиным и мы вместе с ним делать проект. Вот я присутствовал на всех этапах разработки брендинга, который происходил в Сочи и видел как бы драфт один и потом финальный после четырех итераций то, что получилось и те работы, которые получаются, когда ты работаешь с такими сильными специалистами. Вот. И работы получаются ну очень высокого коммерческого уровня. Вот. мы те работы, которые разрабатывали, все получатся реализовать. Классно. Спасибо. Может быть, есть вопросы? Готова подойти к вам и протянуть микрофон. Ань, давай я скажу еще, что на следующем в этом году. Давай, конечно, ты просто так незначительно посмотрел, я подумала, что это все. Не, это будет, короче, Блиц. Вот. В этом году мы как раз, Боря говорил про базу, про академические знания, про расширение кругозора и хотим создать программу для вовлечения джуниор-креаторов, хотим обратиться к более молодому поколению, которые еще заканчивают школу и находятся на первых уровнях университета. Но в целом курс будет интересен для всех, так что смотрите за апдейтами. Будем продолжать развивать и качать медиа-арт и там как раз наоборот хотим пойти в академизм и создать вместе с академическим партнером сильную программу образовательную. Будем еще больше экспериментировать с форматами направления видео, стараться их скрещивать, развивать какие-то новые. Вот. У нас есть горизонтальный и вертикальный. Может быть, квадрат появится. новые коллаборации. В принципе, наш бренд построен на коллаборациях, на взаимодействии брендов, брендов и корпораций, креаторов и кураторов. В общем, в этом году будет коллаборация еще больше. И мы будем в контакте с комьюнити. Вот. Мы сегодня с Борей в Петербурге. Вот. И хотим в этом году как можно больше взаимодействовать еще офлайн. Вот. Встречаться, придумывать проекты и потом их реализовывать. Да, абсолютно точно. Я хочу сказать, что очень важно иметь у себя в голове сильный образ, которому ты следуешь. Ну, то есть, я когда-то очень много ходил на тусовки, занимался музыкой. Ну, играл там. И для меня вот у меня всегда был такой образ, что вот человек, который пишет или играет музыку, вот он там такой где-то стоит. Это так, ну, романтизировано для меня было. Я строю до сих пор романтизировано для многих, потому что на секции перед нами было очень много народу, когда Кижников с ребятами что-то рассказывали. И это, ну, вот это то, с чего я начал мой спич, да, то, что это культивировано в музыкальной среде быть рок-стар. И вот в дизайн-среде этого очень сильно не хватает. То есть, дизайнер, рок-звезда, он же тоже нужен музыканту рок-звезде. В конце концов, если для крутого музыканта делается обложка, это должен делать крутой известный дизайнер. А крутым известным дизайнером надо хотеть стать. И это ничуть не хуже. И это, ну, имеет, как бы, не меньше какой-то там social attraction. Простите меня за англицизмы, да. Поэтому рисовать себе образ классного креатора, ну, пусть не только Лебедев будет известным дизайнером в страну. Я еще, да. И, в общем-то, всем советую. Дизайн – это круто. Любите дизайн. Делайте дизайн. Тем более, что, как мы поняли, порог входа сейчас очень и очень низкий и доступный. Ну, в моменте, да. Спасибо. Спасибо большое. На самом деле, короткая ремарка. Сегодняшнее событие стало, возможно, благодаря друзьям, партнерам из Простора. Поэтому спасибо вам большое. Если есть вопросы, я подойду. А если нет, я благодарю всех за прекрасные четыре, или, да, четыре часа, которые мы провели с вами вместе. Спасибо вам за участие в OpenTalk и идем тусоваться. Спасибо.